Более 400 писем не дошли до своих адресатов. Их нашел в мусорном контейнере бдительный житель в Жуковском. Увидев логотип Почты России, мужчина забил тревогу. Наш корреспондент отправился на место находки. Очередной почтовый курьез произошел на этот раз в Московской области. Жителю города Жуковский Александру пришлось на время сменить профессию и походить, как говорится, с толстой сумкой на ремне. Дело в том, что мужчина, когда выбрасывал мусор, абсолютно случайно обнаружил на помойке пачку нераспечатанных писем. Там были квитанции за телефон, коммунальные услуги, кроме того, уведомления из налоговой инспекции и прочие бюрократические сообщения. Письма лежали частично сверху, в большой пачке. Они уже были разложены по адресам. Я несколько штук достал, а после, начиная рыть в этом всем мусоре, нашел еще больше писем. Их получилось в сумме где-то около 390. Он сразу понял, здесь что-то не так. Письма отправили в утильни сами получатели. Собрал конверты в охапку и решил спросить, что с этим делать у соседей. Тут бурную деятельность развела Ада Пантюхина. Активная пенсионерка выяснила, большинство писем предназначено жильцам дома. Она обратилась в местную газету «Жуковские вести». А журналисты уже со всем этим пошли никуда-нибудь, а в полицию. Там вызвали высшие чины с ключевых почтантов. Те пообещали взять ситуацию под личный контроль. Они, конечно, пришли тоже в ужас, потому что письма все эти были на лицо. И письма эти под расписку были отданы вот этим товарищам, всем, чтобы они разобрались. И они обещали строго наказать виновных и, конечно, донести письма до адресата. Но у нас в этой истории очень много вопросов. Например, как важные документы оказались на помойке и дошли ли сейчас письма до своих адресатов. Сегодня пообщаемся с героями курьеза, обратимся в редакцию газеты «Жуковские вести» и обязательно пойдем на почту. Возможно, там нам объяснят, как так получилось. Мария Градилина, Роман Никифоров. Новости Подмосковья.